Здравствуйте! Тема урока «Периодическое изменение некоторых характеристик и свойств атомов химических элементов». Сегодня на уроке вы научитесь понимать, что элементы одной группы содержат на внешнем уровне одинаковое количество электронов. Научитесь объяснять закономерности изменения свойств элементов в группах и периодах. Нам известно, что периоды делятся на ряды. Четные и нечетные. Седьмой период состоит из одного ряда, но он не завершен. Большинство содержащихся в нем элементов получены искусственно. В шестом периоде вслед за лантаном располагаются 14 элементов с порядковыми номерами 58-71. Их называют лантаноидами. Их химические свойства очень схожи между собой. В седьмом периоде 14 элементов с порядковыми номерами 90-103, которые составляют семейство актиноидов. Они также вынесены отдельно внизу таблицы. В периодах свойства элементов закономерно изменяются от типичного металла, например, лития, до благородного газа, например, неона. Во всех периодах с увеличением относительных атомных масс элементов слева направо наблюдается ослабление металлических и усиление неметаллических свойств. Рассмотрим изменения металлических и неметаллических свойств в группах. В группах, главных подгруппах, металлические свойства увеличиваются сверху вниз, неметаллические свойства снизу вверх. В побочных подгруппах эта закономерность соблюдается не всегда. Рассмотрим радиус атома. Радиус атома – это расстояние от ядра атома до максимума электронной плотности его валентных электронов. Единица измерения атомного радиуса – пикометр. Радиусы положительно заряженных ионов, катионов, всегда меньше радиусов атомов соответствующих элементов. Радиусы отрицательно заряженных ионов, анионов, больше радиусов атомов. У элементов одного периода число энергетических уровней в атомах одинаково. Увеличиваются заряд ядра и число внешних электронов. Например, рассмотрим элементы одного периода – натрий, кремний, хлор. На последнем энергетическом уровне у натрия один электрон, у кремния четыре электрона, у хлора семь электронов. В периодах слева направо радиусы атомов уменьшаются. Причина периодичности – изменение строения внешнего и предвнешнего энергетических уровней и повторение числа электронов внешнего энергетического уровня. Рассмотрим вторую группу и подгруппу – элементы бериллий, магний, кальций, стронций. У всех данных элементов равно двум. Активность разная, свойства сходные. Строение электронных оболочек для элементов, например, первой группы и подгруппы. Литий – порядковый номер 3, заряд ядра плюс 3, количество энергетических уровней 2, расположение электронов 2,1. У натрия – 3 энергетических уровня, расположение электронов 2,8,1. У калия – 4 энергетических уровня, расположение электронов 2,8,8,1. Количество электронов на последнем внешнем энергетическом уровне одинаковое, равно одному. В группах сверху вниз радиусы атомов и ионов увеличиваются. Химические свойства элементов главных и побочных подгрупп значительно различаются. Например, в седьмой группе главную подгруппу составляют неметаллы – фтор, хлор, бром, йод, остат. Побочную – марганец, технеций, рений. Это доказывает, что подгруппы объединяют наиболее сходные между собой элементы. Элементы всех групп, кроме благородных газов, образуют кислородные соединения оксиды. Исключением является фтор. С кислородом он образует соединение фторид. В периодической системе их часто изображают формулами, расположенными под каждой группой в порядке возрастания валентности элементов. Обратите внимание на общие формулы высших оксидов. Высшая валентность элементов в соединениях с кислородом, за некоторым исключением, соответствует номеру группы. Элементы же побочных подгрупп могут проявлять и другую высшую валентность. Так, например, элемент медь, который расположен в первой группе B подгруппе, образует соединения с валентностью 1 и 2. Наиболее распространенными являются соединения меди двухвалентной. Элементы не металлы главных подгрупп четвертой-седьмой групп образуют летучие соединения с водородом. Их также изображают общими формулами в последовательности от четвертой группы до седьмой. Валентность элементов в соединениях с водородом определяется разностью между числом 8 и номером группы. Рассмотрим закономерности изменения свойств элементов в периодах и в главных подгруппах. В периодах слева направо возрастают следующие свойства. Относительная атомная масса, заряд ядра, неметаллические свойства, валентность по отношению к кислороду. Убывают в периодах слева направо радиус атома, металлические свойства, валентность по отношению к водороду. В главных подгруппах сверху вниз возрастают относительная атомная масса, заряд ядра, радиус атома, металлические свойства, неметаллические свойства убывают, валентность по отношению к кислороду сверху вниз остается постоянной, равной номеру группы. Валентность по отношению к водороду сверху вниз остается постоянной, равной 8 минус номер группы. Поскольку свойства элементов в основном зависят от числа электронов на внешнем уровне, то и они периодически повторяются. В этом заключается физический смысл периодического закона. Перейдем к выполнению заданий. Первое. Выберите правильный ответ. Атомные радиусы возрастают в ряду. Атомные радиусы возрастают в ряду углерод-бор-берилий. Следующее задание. Назовите для элементов с порядковыми номерами 14, 15, 17 формулы высших оксидов и летучих водородных соединений. Правильный ответ. Порядковый номер 14. Элемент кремний, силициум О2, силициум H4. Порядковый номер 15. Фосфор, П2О5, PH3. Порядковый номер 17. Хлор, хлор2О7, H4. Задание 3. Определите наиболее металличный элемент. В первой группе, в четвертом периоде, во второй группе. Порядковый номер 16. Порядковый номер 17. В первой группе, в четвертом периоде, в первой группе, в первой группе, в Франции. группе радий. Задание 4. Неметаллические свойства в периоде. Правильный ответ. Неметаллические свойства в периоде увеличиваются слева направо. Задание 5. Выберите три элемента, которые принадлежат главной подгруппе одной группы периодической системы и расположите их в порядке увеличения числа электронных слоев в атоме. Правильный ответ. Элементы, которые относятся к одной группе и подгруппе кальций, стронций, бериллий. Правильное расположение бериллий, кальций, стронций. Подведем итог урока. Сегодня вы узнали, что высшая валентность элементов в соединениях с кислородом, за некоторым исключением, соответствует номеру группы. Валентность элементов в соединениях с водорода определяется разностью между числом 8 и номером группы. Элементы одной группы, подгруппы, содержат на внешнем уровне одинаковое количество электронов. Свойства элементов в группах и периодах закономерно изменяются. Урок окончен. До свидания.